Почему надо славить Господа? Потому что Он на земле, а мы еще... Он на небе, а мы еще на земле. Аминь. Почему нужно славить Господа? Потому что Он святой, а мы еще должны что? Освящаться. Почему нужно славить Господа? Потому что Он был на земле, Он родился, Он умер и воскрес. А нам еще предстоит прожить, умереть и воскреснуть. Аллилуйя. Ну, еще раз. Слава Господу. Давайте еще раз. У нас начались уроки, как пастор говорил. Слава Господу. Вот это левое крыло, что-то слабо мне слышно. Слава Господу. Дорогие мои, если мы в здоровом теле не можем сказать слава Господу, нам будет сложно сказать в больном теле, когда будет, знаете, очень слабо силы, слабо голоса и так дальше. Поэтому благослови душа моя Господа. Вы знаете, когда я неделю проповедовал на тему благослови душа моя Господа, мне пришло откровение. Для того, чтобы славить Господа, я в первую очередь взял себе урок. Для меня на моей пробовине пришло откровение. Я говорю слова себе. Благослови душа моя Господа в молитве. И вся внутренность Святого имя мое. Бог начинает давать тебе слова благодарности для Него. Благословляй Господа. Говори Ему хорошие слова. Говори Ему, что Он свят. И вовек милость Его. И сегодня, конечно же, в продолжении всех этих праздничных дней, я хочу вас тоже поприветствовать украинским выражением Христос народився. Христос народився. Христос народився. Пастор Акадий. Нормально. Слава Богу. Сейчас я. Христос народився. Христос народився. На планету страстей Божий Сын избавление принес. Христос народився. Чтобы стать новой жизнью Твоей и моей, в бедных яслях родился Христос. И оставив сияние на звездных высот и божественной славы величие, Он смиренно пришел в мир тревоги и забот, и открыл нам любви безграничной. Он смиренно пришел в мир тревоги и забот, и открыл нам любви безграничной. Христос народився. 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 Продолжение следует...